След Скрипаля в Чехии Андержи Кундра, Ярослав Спурны Респект, Чехия 14 мая 2018 года Чехия впуталась в историю о покушении двойного российского агента Сергея Скрипаля, которого в марте кто-то попытался отравить в Великобритании, из-за споров вокруг яда новичок. Но, как недавно удалось выяснить журналу Респект, Респект, Чехия уже давно имеет отношение к Скрипалю. В прошлом он тайно посещал Прагу и встречался с некоторыми представителями чешских структур безопасности, в том числе на территории Великобритании. Полезный человек Сергей Скрипаль занимал в российских спецслужбах намного более важное место, чем сообщает большинство СМИ. Он был не только опытным офицером военной разведки ГРУ, но и во второй половине 90-х годов возглавлял ее отдел кадров. Благодаря этому он имел прекрасное представление о местонахождении ее агентов в Европе, а, кроме того, знал личные данные большинства из них. Сам Скрипаль работал в этой системе с российской стороны на протяжении многих лет. Однако в 1995 году, когда он был российским разведчиком в Испании, его успешно завербовала разведывательная служба МИ-6. Тогда он стал за деньги делиться с ней информацией. Россияне разоблачили его и в конце 2004 года арестовали. Суд приговорил его к 13-му годам заключения, но в 2010 году его неожиданно обменяли на 10 российских шпионов, пойманных в США. Скрипаль поселился в Великобритании и сотрудничал с коллегами из МИ-6, помогая разоблачать российскую агентурную есть. Вероятно, именно для этого британцы позволили встретиться с ним представителям спецслужб стран-партнеров, с которыми тесно сотрудничают. С 90-х годов Чешская Республика входит в круг этих стран. Как минимум однажды, в 2012 году, Скрипаль побывал в Праге. Пробыл он там недолго, но для чешских спецслужб его визит якобы принес большую пользу. Сотрудники чешских служб безопасности также как минимум раз встречались с российским шпионом Великобритании. Британская полиция не обнародовала версии следствия об отравлении Скрипаля. Обсуждаются разные варианты. Скрипаль мог выдать какую-то особенно чувствительную информацию, или покушение могло стать местью за какую-нибудь пока неизвестную широкой общественности операцию западных спецслужб против других российских шпионов, которая нанесла России большой урон. В СМИ также пишут, что покушение на перебежчика объясняется желанием Владимира Путина продемонстрировать силу и тем самым повысить свой рейтинг накануне президентских выборов. Все это, разумеется, возможно, и тем не менее, по словам представителей спецслужб, дело это странное. Официальный обмен Скрипаля в 2010 году утвердило российское политическое руководство, и раньше действовало правило, согласно которому подобные люди являются частью сделок и дальнейшее отмщение или наказание за их преступление уже не рассматривается. Они были неприкасаемы. Это подтверждало и поведение Скрипаля на свободе. Он совершенно не скрывался. В 2011 году приобрел в британском городе Солсбери четырехкомнатный дом за 260 тысяч фунтов стерлингов на свое имя и свободно передвигался по городу. Правда, люди, которые не раз его встречали, после отравления отзвались о нем как о человеке, выделявшемся своей осмотрительностью. Та заявляет о производстве. Когда Лондон указал в качестве виновного в отравлении на Москву, Россия перешла в контрнаступление и 17 марта заявила, что новичок мог производиться в других странах, а именно, в Швеции, Великобритании, Словакии и Чехии. Именно поэтому история Скрипаля в ЧР обрела новый масштаб. Чешское правительство, как и руководство других перечисленных стран, опровергло вероятность производства новичка в своих странах. А российское заявление назвало попыткой напустить туману на эту историю. Однако президент Милош Зиман был не столь категоричен и 26 марта поручил контрразведке службе безопасности информации, БИС, выяснить, мог ли новичок действительно производиться в Чехии. Служба БИС работает скрытно и пользуется непубличными методами, которые позволяют ей беспрепятственно получать нужные сведения, и, бывает, получает от президента и правительства задания. Но на этот раз Зиман нарушил систему работы БИС, рассказав общественности о поставленной задаче сразу, в день, когда дал задание службе БИС. Так новичок стала предметом общественной дискуссии. Президент потребовал от БИС выяснить, производился ли и хранился ли новичок в Чешской Республике. Служба БИС представила президенту доклад, в котором и производство, и хранение исключались. Вскоре президент в интервью на телеканале Брандов заявил, что новичок у нас производился и испытывался. При этом Зиман сослался на другой доклад военной разведки, поскольку военные якобы ближе к этой тематике, чем сотрудники БИСа в отличие от гражданских из контрразведки пришли к иным выводам. Но по информации Респекта, полученной от сотрудников спецслужб, в докладе военной разведки тоже не подтверждалось производство новичка в Чешской Республике. Военные только обратили внимание Зимана на то, что одно из веществ семейства новичок в прошлом году некоторое время испытывалось в целях поднятия обороноспособности от подобных веществ. Но вид вещества был другим, не тем, которое применялось в Солсбери. Кроме того, количество вещества было мизерным, а после испытания оно было немедленно уничтожено. Несоответствие между тем, что реально написано в экспертных докладах, и тем, что Зиман извлек из них, доложив общественности, по мнению аналитиков в сфере безопасности, слишком вопиющее. Поэтому вряд ли это несоответствие можно списать на ошибку или недосмотр. Тем более, что россияне тут же ухватились за слова чешского президента, воспользовавшись ими для собственного оправдания в деле Скрипаля и для жесткого дипломатического удара по Великобритании. Поэтому в кулуарах сотрудники спецслужб говорят о возможной координации действиями Лоша Зимана с русскими. Пока нет никаких убедительных материальных доказательств тому, только некоторые признаки. Настораживает, прежде всего, та скорость, с которой Москва отреагировала на слова Зимана. По сути все произошло в режиме онлайн, как будто Россия заранее знала, что и когда чешский президент скажет. Целевые выступления, в котором Зиман подтвердил производство новичка в Чехии, закончилось 3 мая в 21.15.00 вечера. Равно через минуту. В 21.16 информационное агентство ТАСС сообщило, что новичок хранился в Чехии. Через 40 минут после этого выступил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков, который на своей странице в Твиттере написал о сомнительности версии Лондона. После полуночи пресс-секретарь российского МИДа, ссылаясь на Зимана, раскритиковала британского премьера и назвала ее гуней. Некоторые источники респекта в спецслужбах утверждают, что русские сделали ставку на сотрудничество с Зиманом еще тогда, когда заявили в марте о производстве новичка в других странах. Вероятно, через своих агентов русским удалось получить информацию об упомянутых прошлогодних испытаниях, и эта информация могла попасть к президенту еще до того, как в конце марта он поручил спецслужбам дознаться правды. Сам Зиман на прошлой неделе, после визита в Польшу, дал совершенно новое объяснение. Политики поддержали версию спецслужб и выступили против президента, а он вдруг стал утверждать, что основывался на февральском докладе директора военного научно-исследовательского института Богуслава Шефаржа. Он опубликовал доклад о производстве новичка, заявил Зиман. Реальность его слова соответствует примерно так же, как его заявление на ТВ Брандов о выводах военной разведки. Никакого февральского доклада не было, а только в день, когда Россия обвинила Чехию в производстве новичка, Шефарж ответил на вопрос агентства ЧТК, «У меня нет информации о том, чтобы у нас в больших объемах производилось какое-то отравляющее вещество. Если производятся небольшие количества, то только в научных целях». После сбивчивого выступления по поводу новичка многие чешские политики-эксперты обвинили президента в заискивании перед Россией в попытках нечестным образом помогать ей в борьбе с нашими западными союзниками. Но вопрос в том, была ли недавняя кооперация между Зиманом и Москвой в деле Скрипаля случайным проявлением политических симпатий, или речь все же идет о скоординированных действиях? Если второй вариант – правда, то неясно, как нечто подобное можно было организовать. Либо контактировали непосредственно высокопоставленные руководители – Зиман и Путин, либо посредники из рядов советников чешского президента, у которых есть связи в Кремле. Не те политики, кто открыто заявляет о работе Зимана на другое государство, такие как, например, Карел Шварценберг, ни сотрудники спецслужб не говорят в этой связи ничего конкретного, рассуждая лишь о давней связи главы государства с Россией. Администрация президента опровергает любое сотрудничество с Кремлем. Ваш вопрос группы оскорбителен, но я все равно отвечу, сказал пресс-секретарь президента Ежавчачек в ответ на вопрос респекта. Координировал ли Зиман свои поиски новичка с российской стороной? Нет, он не консультировался и не координировал. Тот, кто постоянно намекает на какие-то темные связи господина президента с Россией, наглый лгун.